Точка кипения с ГТУ определяется как пространство для коллективной работы. На этой неделе оно объединило в себе сторонников внедрения рационализаторства во многие сферы современной жизни, а в первую очередь в промышленность и тех, кто посвятил себя изобретательской деятельности. Все они говорят о необходимости возрождения этих направлений на предприятиях и в образовательных организациях. Все вы прекрасно знаете, что есть у нас национальные цели и национальные проекты. И президент одной из национальных целей определил индустриальное технологическое развитие Российской Федерации, внедрение новых технологий, нового технологического уклада. А оно невозможно без изобретательства и рационализаторства. Все мы участвовали в этом. И понятно, что здесь большая роль отводится молодежь, потому что ей жить дальше, ей реализовываются наши цели, наши проекты. На сегодняшний день общество рационализаторов и изобретателей объединяет почти 100 тысяч человек по всей стране. Интерес к рационализаторскому движению настолько вырос, что сегодня мы уже смело констатируем, что фактически в каждом регионе проходят аналогичные мероприятия. Мы со своей стороны всячески поддерживаем такое движение и готовы делиться опытом. И в принципе этот опыт уже достаточно большой, потому что мы в большей степени практики, чем теоретики. Для нас, конечно, важно не то, чтобы кто-то получил грамоты или награды, хотя это тоже очень чрезвычайно важно. Но мы сегодня готовы предъявить и нашим промышленникам, и руководству страны реальные проекты, которые несут экономический эффект. Тем временем Саратовское отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в своей работе достигло немалых результатов. Одна из главных задач – добиться от руководителей учебных заведений обязательного посещения современных производств. У нас есть соглашение с губернатором Радаевым, у нас есть соглашение с классическим университетом НИОСГУ, у нас есть соглашение с политехническим университетом. Мы хотели бы подписать такое же соглашение с медуниверситетом, аграрным университетом и отделением РАКС в Саратове. Ну и с любыми другими организациями, которые, безусловно, этого хотят. И хотели бы, чтобы представители этих организаций вошли в совет, в АИР регионального отделения, в совет для работы. К сожалению, и к счастью, на общественных началах зарплату никто из нас не получает, да, но мы заряжены, так сказать, идеей этого движения пропагандировать. Положительные примеры на практике приводит Дмитрий Ханенко, директор Саратовского завода имени Сергея Джаникидзе. Благодаря рационализаторскому ноу-хау предприятие начало развиваться по новым направлениям. По сути, сейчас рационализаторская деятельность – это не просто сбор предложений, их реализация и выплата вознаграждения ЦАТР. С учетом современных тенденций, также идеологии федерального проекта повышения производительности, ПАУСА за имя Сергея Джаникидзе, внедряя рационализаторскую деятельность, развивает у себя культуру непрерывных улучшений, которая является неотъемлемой частью системы повышения производительности труда на предприятии и его эффективности. Но не только это. Именно, так сказать, подход и раскрытие дополнительных возможностей самореализации наших сотрудников позволило двинуться в те проекты, которые нам были даже не свойственны. Сегодня в наших глазах разождаются технологии, аналогов которого нет в мире. В небольшой удаленности от города Саратова, на так называемом центре молотонажной химии, создаются два новых продукта, которые сегодня в России не производятся. По мнению Дмитрия Ханенко, такой подход помогает сотрудникам предприятия реализовать свои собственные идеи. В Саратовской области мы стояли у истоков возрождения этой деятельности, потому что считали, что в этой жизни вообще все как бы придумано. Мы обратились к эпохе советского периода времени, постарались найти там самые лучшие практики, которые заслужили как бы свое право на существование. Постарались сделать их более современными и приспособили их под сегодняшние рыночные отношения, где есть конкуренция, где есть ценообразование, где есть современные продукты. И есть задачи государственного масштаба по развитию экономики, восстановлению промышленности, укреплению ее и созданию отечественных продуктов. Вот это без внедрения таких практик, как рационализаторство, в настоящий момент просто сделать невозможно. Основная задача стоит это пробудить в молодежи, в людях, которые являются наемными работниками, вопросы, связанные с развитием творчества и самореализации. И когда такие люди объединяются, когда они сосредоточены вокруг какой-то единой цели, когда у них возможность в творческом плане проявить себя и еще получить дополнительный доход, это благоприятно сказывается в целом на развитии какого-то бизнеса или предприятия и дает такой синергетический эффект. В завершение встречи почетные грамоты за вклад в рационализаторскую деятельность и изобретение получили приглашенные сотрудники ведущих предприятий региона. Для дальнейшего развития Саратовского отделения общества рационализаторов и изобретателей было принято решение собираться не менее одного раза в три месяца.